Будет время для того, чтобы задать несколько вопросов. Наверное, проще, учитывая то, что в зале осталось немного народу, проще будет подойти и спросить. Я хотел бы поблагодарить фирму «Ронда» за блестящую организацию этой конференции. Я хотел бы поблагодарить российских экспертов. Многие из них, почти все уже уехали, остался только Петр Владимирович Цирков. Спасибо вам персонально огромное. Спасибо большое за блестящую операцию и лекцию. Если российские коллеги наши, они были в Санкт-Петербурге, мы не можем запретить еще раз, они знают наш город, то западные коллеги к нам приезжают достаточно редко. Поэтому мы решили выдать им сейчас, как это можно говорить, «home task», для того, чтобы они могли сдать экзамен и в следующий раз провести время интересней. Вся наша бригада сейчас занимается разными вещами. Я один и ношу, и вручаю, и шуршу пакетами. Поэтому, извините, может быть, не очень презентабельно выглядит, но... Амджад, это для вас. Спешл для вас. Данила. Спасибо. С Вашим позволением я вручу… Так, а я никого не забыл? По-моему, нет. Спасибо всем огромное. Я надеюсь, сейчас включат операционную, мы покажем. Несколько скомканным получается концовка нашего вечера, но я думаю, что она не должна ухудшить впечатление от конференции. Как я говорил в своей лекции, что судить себя сложно, но, честно говоря, мне кажется, что нам эта конференция удалась. И спасибо всем, кто пришел, все, кто посмотрели. Спасибо Вам огромное. Сейчас мы включим операционную. Алексей, нас слышно? Да, Вас слышно? Сейчас мы определимся с картинкой, чтобы понять, с какой камеры нам лучше показать препарат. Наверное, мы возьмем лапароскопическую камеру в руку и буквально через несколько секунд мы выведем препарат на экран. Мы попросили Юпа подойти, чтобы прокомментировать несколько слов по препарату. И сейчас, буквально в течение самого короткого времени, мы покажем вам картинку. Спасибо. Пока мы не видим препарат, Юп теперь обращается к вопросу с вопросом моих Алексея Михайловича, к аудитории. Вот, зная, что у пациента вот такая анатомическая особенность, что такая непростая операция, теперь, как Вы думаете, была ли это лучшая опция для этого пациента выполнить ТМИЕ в той клинической ситуации, о которой мы говорили? Какие будут мнения? А может быть, как раз это вариант для дискуссии. Что мы должны были предложить этому пациенту, зная теперь, какой получилась операция? Наблюдение? Трансректальная микрохирургия? Традиционная ТМИ? Или вот этот вариант, который был сделан сейчас? Может быть, я попрошу, Петр Владимирович, пока вы не уехали, Нуна, нуна, плиз, плиз, хия, Данила, плиз, камхия, я бы попросил экспертов, вы видите, да, эксперты не сговаривались, может быть, вы выскажите свои впечатления и свое мнение о том, что надо было сделать? Нуна, может быть, Вы начнете, может быть, Вы дадите Ваше мнение о самых лучших возможностях для этого пациента. Да, что бы Вы предложили этому пациенту? Там Т1 было, да, и нерадикальная резекция. Я постараюсь ответить очень честно, потому что вчера, вернее, два дня назад у меня была возможность посмотреть этого пациента, посмотреть с командой врачей, которые уже были в больнице. Мы посмотрели на все данные, проанализировали МРТ. У нас был аналогичный случай две недели назад или даже три недели назад в моем отделении, потому что у нас была женщина 40 лет с очень большим, такой полипоидной массой в прямой кишке. Это было 4,5 на 3,5 сантиметра. Мы были очень честны с пациенткой, мы ей сказали, что мы можем сделать трансональную процедуру, что-то типа биопсии, но мы не будем разрушать плоскости ТМЭ. Поэтому мы сделали субслизистую резекцию, это было ПТ-1, но, к сожалению, все грани были, несмотря на то, что они были правильные, все границы, это было СМ-3. И, как вы знаете, у нас есть возможность здесь уже на дулярных образовании, да, то есть инвазии в узлы. Для женщины 40 лет, конечно же, мы должны это принимать во внимание. В конце концов, это было очень сложное решение. У нас тоже были такие эксперты, как профессор Хамджат, которые могли нам дать определенные советы. Но в конце концов, мы пришли к консенсусу, что мы должны ей предложить вот такую резекционную ТМЭ или тотальную, полную ТМЭ. Поэтому это было правильное решение, потому что первая хирургия не компрометировала конечные онкологические исходы, то есть это была полная толщина, это было субмоказальный, все плоскости были нам видны. Вы видели, что у нас была плоскость ТМЭ, да? Это мое мнение. Но, пожалуйста, может быть, будут другие мнения, Амджат. Я всегда верю в более простые, так скажем, решения, поэтому я бы более простой подход выбрал в этом случае. Но можно вам задать вопрос, почему вы не используете лучевую терапию у этого пациента? То есть подождем и посмотрим, да, вот такую стратегию. И она была бы тоже большая, тучная пациентка, да нет, она была прекрасна. И лапароскопическое ТМЭ также было бы хорошим вариантом для этой пациентки. Но у меня недостаточно времени объяснить наши подходы, но дело в том, что мы очень селективны в использовании лучевой терапии у наших пациентов. Для Т1, Т2, даже Т3, если у нас нет вовлечения мезоректума, то если у нас пограничные узлы, то это тоже, конечно, действие. Но если у нас даже Н2 в ближайшей фасции, то мы здесь уже принимаем другие решения. Вы знаете, у меня не было возможности оценить эту пациентку, посмотреть этого пациента, поэтому я не знаю. Я думаю, что здесь есть 2-3 очень важных момента. Честно говоря, никто не знает, что делать в подобных ситуациях. У нас никто не знает истины на данный момент. Истина где-то рядом. Но я думаю, что есть у нас 2-3 очень важных момента. Во-первых, нам нужна хорошая визуализация до того, как вы начинаете резать что-либо. Поэтому МРТ – это очень важный момент до того, как вы начинаете убирать первичную опухоль. Очень важна. Потому что если вы, в общем-то, не имеете МРТ, то у вас могут быть большие узлы, у вас могут быть разнообразные реакции. Это один очень важный момент. Второй важный момент заключается в том, что вы должны посмотреть на пациента. И вы должны... Что бы я попробовал сделать в этой ситуации? Я бы постарался получить объективную оценку рисков. То есть я бы хотел оценить летальность и какие-то сочетанные патологии в этой ситуации. Для того, чтобы оценить риск метастазирования в лимфатические узлы, я должен очень четко это все оценить для того, чтобы принимать правильное решение, оценить все сочетанные риски. Да, хорошо. Если мы решаем с вами сделать такого рода обширную хирургию, какая будет самая лучшая возможность, опция для этого пациента? Амджат, как вы думаете, мы с вами посмотрели за последние дни как минимум четыре возможности, да? Рассмотрели. Но, к сожалению, мы можем использовать только одну, да, для одного пациента. Я думаю, что это нас возвращает к тому, что мы уже обсуждали. Безусловно, не имеет никакого значения, что вы используете для того, чтобы получить результат. А получить... В конце концов, мы должны получить макропрепарат, который является интактным. И если вы хорошо делаете анатомическую открытую хирургию, то это будет самая лучшая опция в ваших руках, безусловно. Потому что мы все опытные хирурги. Если вы натренированы, умеете делать лапароскопию, значит, вы должны делать лапароскопическое вмешательство, потому что и в надежде получить те же самые результаты. Если у вас возможность есть и роботохирургии, то пусть это будет роботохирургия. Что я хочу сказать? Что самое главное – это цель. Цель – это, прежде всего, правильная работа в области с краями опухоли. И, соответственно, вы можете получить разный тренинг, разное образование. Что я бы предпочел? Я бы предпочел роботохирургию, потому что, с моей точки зрения, это гораздо легче. Потому что я таким образом уже натренировал себя, что я гораздо лучше визуализирую, у меня обзор там лучше. Я натренирован работать с роботом. Если вы прекрасно оперируете в открытом поле, почему бы нет? Или если вы хороший лапароскопист, почему бы нет? Нет. И я что хочу сейчас сказать, что фактически, когда мы говорим, мы можем работать любой техникой, которая нам удобна, но открытая, возможно, была бы очень сложной. И самое важное – это наша компетентность и насколько вы комфортно работаете с тем или иным способом. Поэтому снизу вверх я бы не шел, потому что, с моей точки зрения, это очень сложная здесь операция будет. Я бы, если мы вернемся к этой ситуации, я бы хотела сказать, что ситуация у этого пациента – это действительно дилемма, которую мы хотели бы разрешить в этом или в следующем году. И, скорее всего, мы решим ее за следующие 5-10 лет. Потому что, мне кажется, что диагностические инструменты станут гораздо лучше. То есть, фактически, здесь у нас стадирование. Прежде всего, мы должны определить, есть ли у нас поражение лимфоузлов или нет. И фактически, вот такое хирургическое стадирование, оно фактически исчезнет, потому что диагностика станет настолько сильной, что мы будем уже до операционного этапа иметь все ответы. Когда была диагностика, когда выполнялась предоперационная диагностика, еще до того, как была удалена эта первичная опухоль, проблема была в том, что у этого, ну, в общем, с большим индексом массы тела пациенту выполнялась ригидная проктоскопия, да? Вы делали ректоскопию, да? И вы, скорее всего, поскольку близко к анальному каналу, скорее всего, вот эту маленькую опухоль вы проскакивали. А колоноскоп видел я, эндоскопист? Возможно. Это сложная проблема, поскольку… Потому что вот на операции ясно, что это достаточно близко к зубчатой линии и к хирургическому краю анального канала. Поскольку он большой, сразу за хирургическим краем это было. И если бы вы видели ее, ну, зрительно, то, скорее всего, вы бы выбрали при наличии ТЭО правильный путь. Был бы, наверное, пойти ТЭО, сделать полностенное иссечение, и тогда, возможно, лучше стадировать эту опухоль и уже после этого решать, что же лучше ТЭМЭ или что-то… Может быть, так это было бы более правильным решением, если бы вам удалось ее увидеть на дооперационном этапе. Да, мы долго же говорим вокруг, но пациент приехал с верифицированным диагнозом рак прямой кишки на МРТ. Перед удалением опухоли не было выявлено никаких поражений, никаких увеличенных лимфатических узлов. При пальцевом исследовании прямой кишки мы также не нашли это изображение. И мы рассматривали этого пациента как кандидата на транстрактальную микрохирургию. Но при обязательном осмотре ригидным рактоскопом, перед тем, как подавать его в операционную, мы не нашли опухоль, поэтому мы посмотрели его вместе со специалистом по гибкой эндоскопии, и он мне показал эту плоскую опухоль на 8 сантиметрах от периональной кожи. После этого я попробовал еще раз увидеть, я опять ее не нашел, мы обсудили с пациентом, и я попросил выполнить эндоскопическую диссекцию по слизистам слоя. То есть изначально таких пациентов не так много, это первый у нас, поэтому мы не знали, как правильно поступить, и если бы не эта конференция, то скорее всего мы предложили бы этому пациенту все-таки транстрактную микрохирургию. То есть полнослойное иссечение рубца, и дальше вы смотрели. Хотя я согласен, что здесь можно наблюдать, здесь можно сделать локальное иссечение, можно предлагать ему большую операцию, и я соглашусь с Данилом, что надо оценивать риски, насколько это удобен пациент анатомический, насколько высокий риск осложнений, нарушения сексуальной функции, дизурии и так далее. Я бы сказала, что с точки зрения опыта Соединенного Королевства, у нас действительно много сейчас пациентов, из-за скрининга мы их выявляем на очень ранних этапах рака прямой кишки, иногда полипы. Мы думаем, что это доброкачественный полип, но потом по гистологии это оказывается онкологическая раковая мальформация, соответственно, нам, мы должны принимать решение, что это будет резекция или ТМЭ, и на самом деле мы уже об этом сегодня говорили, что качество жизни после хирургического вмешательства это то, на чем мы должны сегодня фокусироваться. Если у нас пациент, которому 80 лет, у него был полип удален, у него были чистые поля, нет ничего плохого на гистологии, с хорошей дифференциацией, нет никакой инвазии лимфоваскулярной, и, соответственно, мы такому пациенту можем предложить наблюдение. Каким образом мы наблюдаем за этим пациентом, это тоже на данный момент не очень понятно. Это будет эндоскопия, регулярное МРТ для того, чтобы рецидивы или рекуррентность отслеживать, и если там есть рекуррентность или прорастание, то, соответственно, если у нас увеличивается полипа, у нас есть какие-то отрицательные негативные признаки на биопсии, тогда, соответственно, что мы на гистологии, тогда что мы можем предложить ему пациенту дальше? Вот уже вопрос. Возможно, мы патологу даем только небольшой срез, и мы должны четко понять уже, какова глубина инвазии. Но, в общем и целом, если мы знаем, что у нас уже есть онкология, то мы можем предложить радиотерапию, мы можем предложить вот эти 6 недель, и затем эндоскопическую микрохирургию предложить. У нас ограниченные, на самом деле, данные. У нас сейчас есть национальное исследование, которое, но мы еще не получили результатов. На данный момент, как Данила уже сказал, еще 2-3 года, если у нас будет больше данных, то тогда для ранних раков, ранних выявленных раков, возможно, нам не нужно будет очень экстенсивное хирургическое вмешательство, слишком много мы их можем избежать. Могу я задать вам вопрос, 2 вопроса фактически. Первый вопрос. Что бы вы все хирурги, что бы вы делали в этой ситуации для ваших пациентов? Что бы вы рекомендовали ТМЭ, или бы вы рекомендовали другую стратегию? Для этого пациента, да. Нет, для пациентов в остальном 60 лет, все с ним вроде бы в порядке, здоровый, без каких-либо сопутствующих патологий. Кто бы сделал ТМЭ у него? Вот в такой ситуации, как вот, мы не знаем ситуацию, да, мы не знаем ситуацию, да, которая здесь, ну вот подобное. Вот такая вот ситуация, да. Но он вполне такой в себе, в норме, скажем так, пациент, вполне в целом здоровый пациент. Кто бы сделал ТМЭ у такого пациента? Поднимите, пожалуйста, руку. Кто бы выпал, предложил эту пациенту тотальную мезоректомоктомию? Вот в конкретном случае. Никто. А трансональное иссечение. А, да, да. So, is this TME? Это за ТМЭ или за... Local excision. So, TEMS, TEMS is a staging procedure. TEMS это стандартная процедура, потом делаем биопсию, потом решаем, что делать. Я думаю, вот в этом консенсус. Я думаю, что если бы не конференция, здесь действительно это накладывает отпечаток определенный. Скорее всего, и он сделал бы ревизию операционным проктоскопом, зная, что это на задней стенке, и увидел бы это поражение, и, скорее всего, сделал бы тоже местное иссечение. Но это выглядело очень обещающим именно для... И, впрочем, его ожидания оправдались. Действительно хороший препарат. И мы можем быть уверены, что у этого больного в любом случае, какая бы стадия ни была, он сегодня получил то, что называется curative resection. Другой вопрос – функциональный исход. Вот функциональный исход здесь, конечно, может быть разным. Глядя уже на картинку из операционной. Но у меня, если позволите... Я позволю прервать метро. У метро осталось 40 минут, чтобы переместиться по центру города. Я только один вопрос хотел бы здесь обсудить. Вот возвращаясь к предпоследним, так сказать, словам, вернее, последним словам Нуна. Здесь прозвучала стратегия wait and watch, которая сейчас становится очень популярной в Европе. И очень у многих из такого рода сообщений складывается впечатление, что как раз радио и химия, радиотерапия выходят на первый план при лечении рака прямой кишки. Я просто свой комментарий оставлю, а вы, наверное, продолжите дискуссию из-за лимита времени. Я должен сказать, что как раз сегодня, в эти дни, в Европе разворачивается достаточно серьезное, так сказать, движение, если можно так выразиться, за стратификацию, за селективное отношение к Т3-стадии, несмотря на то, что во всех гайдлайнсах прописано, что Т3 должно быть облучено. Так вот, сегодня Т3, и это звучит практически во всех выступлениях здесь, Т3 должно быть стратифицировано на опухоли низкого риска и опухоли высокого риска. И комбинированное лечение должно применяться сегодня только для опухоли высокого риска. Связано это, к сожалению, с выявленными недостатками при комбинированном лечении, связанными именно с проведением лучевой терапии. Она драматически изменяет жизнь пациента. Поэтому, имея в своих руках такое мощное оружие, как комбинированное лечение, мы должны использовать его четко по назначению. И вот, думаю, что многие эти конференции как раз и направлены на то, чтобы найти это четкое назначение, когда мы должны применять в интересах пациента вот эти наши опции. Спасибо за внимание. Извините, что я не смогу продолжить. Пользуюсь правами хозяина. Спасибо всем. Спасибо. 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 Спасибо.